я в ухру светлую добавила зелень и ухру красную и сейчас вот мы снова пройдемся по контуру и здесь уже нужно как-то так нам сделать чтобы стараться краску превратить растяжку неудачи я давно не работала это тоже сказывается я взяла просто вот пока кисточку с водой и вот так вот размываете все ничего страшно или просто взяла меньшее количество краски на кисть здесь надо немножко подправить вот и мы пойдем дальше значит в чем смысл того что мы сейчас делаем смысл в том что контур у нас должен быть самым темным но с растяжкой постепенно почему потому что он обобщает голову и придает объем это можно рисовать то есть поскольку мы работаем густой краской без воды без заливок то мы можем это же все делать и за мольбер там стоя сидя я имею ввиду что работа может быть вертикальная мы вот это все заводим еще в тень можно мы потом еще тронем где-то там ухо волосы бороду все это еще будет у нас прорабатываться и несмотря на то что у нас здесь больше заворот вместе с тем мы здесь видим меньшее количество тени то есть количество здесь видите больше как бы мы видим больше этого заворота в день чем здесь поэтому мы здесь как бы получается буду скорее сходит как на нет что ли может и неправильно выразилась немножко немножко уставшая поэтому я могу сейчас что-то не то говорить вот здесь у нас видите ухо немножко как бы так кажется вывернуто больше чем здесь но это связано с обратной перспективой мы об этом также еще вам говорите и будет отдельное видео на тему обратной перспективы мы можем все посадить видите я просто вот применяем штриховочку и тоже может быть нужно просто как бы сначала иметь некоторый опыт вообще работы с краской поэтому не обязательно вот начинать с икон а можно порисовать что-то более простое потому что все таки лик это как лицом человеческое но она сложная по своей конструкции и состоит из множества различных форме сгибов линий и чтобы его сделать грамотно нужно знать частично хотя бы пластическую анатомию но я имею ввиду пластическую анатомию вообще нужно знать хорошо может быть там без терминологии вы можете не знать как что называется забыть позволить себе забыть но вот зритель напомнить где что находится это необходимо так я уже купила даже бумажный скучно почему-то я начала снимать видео и забыла его приклеить и просто не хочу тратить время потому что скоро свет исчезнет и здесь например мы еще будем тоже разбирать как вот глаз рисовать мы делаем смотрите такую тень от самого светлого эти как бы простяже мы делаем такую вот растяжку и весь глаз получается такой тени у нас по такому принципу можно рисовать и портреты это кстати вот эти знания очень помогают и я советую их использовать и в портретной живописи мне принял ацетатная темпера по своей технике исполнение чем-то напоминает акрил вот и мы с вами еще поговорим о техниках темперной живописи естественно что не только поговорим мы будем их использовать изучать и теперь что у нас еще и сейчас нужно усилить вот теперь эту часть головы я имею ввиду усилить тень на этой части головы потому что она к нам ближе я работаю вот двумя кистями одна у меня просто с водичкой потому что я не могу сейчас но у меня с водичкой кисть так и сейчас вот что мы еще делаем делаем немножко в стиль заведем эту часть лица лика мы сейчас тень заведем вот эту часть лика немножко вот не совсем удачно получилось поэтому что кстати о рисовании бороды усов это тоже нужно будет осветить это тема специфическая также потому что здесь мы должны использовать знание анатомии и знание рисования головы здесь видите немножко заостряю некоторые вещи чтобы вам было понятно как анатомически вот у нас это все лепится я могу сейчас взять просто чтобы вот как писать или прямо до я взяла вот эту краску темную который я работала и добавляю туда немножко охры светлой и плавляю туда такими штришочками сейчас мы поработаем то есть это вот еще как один из приемов когда мы можем не ждать когда краска просыхает вот так вот прямо в мокрую краску мы берем и вплетаем штрихи другого цвета видите вот потому что я делала я взяла такую большую кисть мягкую я вам говорила что у меня такой вот навык письма с применением большого количества лессировок и то есть на выходе это получается красивый эффект потому что у нас как бы все переходы получаются более плавными мягкими ну это сложнее и дольше если вы хорошо умеете рисовать то примитивно вы всегда нарисуете грамотно а вот сложно здесь уже надо постараться и научиться поэтому возможно вы потратите больше времени но это вам даст также пользу я сразу затеняю эту часть больше ту часть которая на стене видите здесь я может быть буду посветлять еще конечно же я вам просто показывают принцип потому что важно понимать сам принцип работы тогда вы а в любое время любую работу сделайте краска немножко размазалась не так не просохла просто вот меня просят показать как писать богородицу поливнилоцитатной темперой здесь не важно кого писать важно понимать принципе если вы поймете принцип как работать и знаете основу рисования то вам не будут представлять сложности что-либо рисовать потому что иначе происходит просто срисовывание так ну я вот видите я это сделано я забыла просто заговорилась и забыла еще пройтись санкирию самой такой темной красочкой по самым темным местам подчеркнуть здесь тоже мы можем вот немножко их так штриховывать вплетать в предыдущий слой знаете то есть вот это особенность поливинилоцитатной темперы она заключается в том что она быстро сохнет ну как естественно любая темперная краска здесь у нас тоже идет заворот формы потому что здесь череп у нас так череп у нас так там заворачивается вот и мы вот это все пока сажаем в тень то есть мы это слегка намечаем то есть многие конечно это на иконе вообще просто игнорирует но тоже зависит от вас как насколько вы хотите углубляться в процесс я еще конечно очень хочу поговорить на эту тему тоже как и обещала я видео тему просто поговорим об этом так вот я пока немножко то приглашу больше а потом мы еще там проработаем проработаем светом и тенью мне просто там не понравилось как я сделала поэтому я сейчас это больше завела в тень и немножко позже я буду это исправлять и большое значение конечно законе это а ритмы но эта тема такая тоже очень обширная и интересная так у нас получилось салон. Сейчас немножко еще вот так одеждам трудимся. Продолжение следует... Продолжение следует... В частях светораспределения, но я буду уже вам показывать это в отдельном видео, потому что это такая очень объемная тема. Понимаете, нельзя вот просто так научиться рисовать икону, просто вот срисовывая. Нужно иметь хотя бы какую-то рисовальную базу небольшую, базу навыков. Продолжение следует... Теперь я снова возвращаюсь к тем местам, которые я уже проработала. Продолжение следует... И здесь важно иметь некоторые даже скульптурные понятия, потому что... Вот когда мы рисуем все эти складочки, морщинки, на лике, на одежде, нам нужно представлять эту форму. Поэтому это очень важно, где у нас больше плоскость выходит, где она более плоская, плоскость формы в смысле. И мне в живописи, и в акварельной, и в масляной, и в любой живописи мне очень помогает. Именно рисовальные навыки, вот то, с чего нужно начинать рисовать, это вот просто какие-то элементарные упражнения. Они очень важны, хотя многие это игнорируют, даже люди, которые занимаются программами, я имею в виду, которые предпочитают рисовать в фотошопе, в других рисовальных программах. Очень важно все-таки иметь навыки мануальные. 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 О! У! 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 Кто то? У! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда мы так вот много раз как бы повторяем рисование послойно, у нас за счет этого получаются более плавные и нежные переходы. Не знаю, как это все видно вам на видео, потому что, наверное, видео все-таки не отражает все стопроцентно. Продолжение следует... Просто если растяжку не получается показать за счет такого плавного перехода в самой растяжке, потому что если вот короткое такое небольшое расстояние, она немножко все как бы сбивается в такую кучку краска, тогда это можно сделать за счет большего наложения слоев с градацией высветления, то есть меньше участок, он меньше и светлее. Вот видите, постепенно форма заворачивается, хотя здесь еще есть... Но недостатка я вот еще не взяла. Сейчас мы сделаем... Я забыла еще вот санкирию. под носиком тронуть, потому что нос тоже у нас... Это самые темные места. За счет этого он у нас выделяется и приближается к нам. Я, возможно, сейчас не придерживаюсь строго того образца, с которым я работаю, потому что я хочу показать вам именно принцип. Посмотрите, видите, вот как идут ритмы. Вот если у нас здесь идет вот так... То есть, как бы... Вот здесь у нас немножко идет... А, скула более в таком горизонтальном направлении уже. То есть, а это вот так вот. И это перекликается с ритмами волос. И вот здесь уже есть элемент творчества, потому что я на образец сейчас вообще не смотрю, но я использую эти знания, которые... Вот, у меня солнце проникло, и... Вам плохо, наверное, сейчас мы немножко сместимся. Вот, видите, и здесь вот ритмы. Я немножко их даже утрирую, чтобы вам было... Это понятнее, и мы будем разбирать отдельно, что такое ритмы, как вот они влияют на молитвенное состояние, или даже если мы пишем какую-то картину, как это все влияет на человека. Мне эти принципы, которые вот открылись через икону, они очень помогают в портретной живописи, и они позволяют даже создать свой какой-то уникальный стиль. Поэтому я советую тем, кто изучает просто темперную живопись, вот как художник, обратить свое внимание на те закономерности, которые нам дарит икона. В ней очень много заложено таких вещей, которые просто могут стать источником вдохновения и творчества. Видите, у меня здесь происходит постоянно лепка. Конечно, в процессе такого рисования мы уже можем уйти и от тех предыдущих линий. Они иногда становятся нам вообще просто ненужными, понимаете? Вот, но здесь вот уже заложена основа образа. Вот, сейчас я еще вот пока у меня есть эта краска и трону по контуру одежду, и мы, наверное, на этом остановимся сегодня. Итак. И на wond Suyод, а мем jegов. hacen, 鉄塔 1, Lane 2, камень, то spinning сменее. спасибо всем за внимание всего хорошего до новых встреч мы продолжим следующий раз нашу работу